Добрый вечер всем хорошим людям! Друзья, сегодня будет очень большая солянка, прям я вам нарезал много видеороликов, которые хочу с вами обсудить. Мы сегодня и пропаганду Республики Беларусь посмотрим, и Госдуму Российской Федерации, и вообще людей, и даже будут ролики в конце, которые должны заставить вас улыбнуться, чтобы не совсем вы расстраивались от того, что я вам буду показывать сначала. С чего бы я хотел начать? Друзья, вчера я посвятил свой ролик тому, как Лукашенко собирал Генштаб и рассказывал, что Украина вот-вот на нас нападет, все, собирает армию, хочет завоевать Беларусь. И я там сказал, что ну готовимся к белорусской пропаганде, она работает в унисон с российской, значит вот-вот у меня будет еще больше видео и видео обзоров, как работает пропаганда и какая страшная Украина. Я вчера предложил Азаренку снять выпуск на выходных, я не сомневаюсь, что он его посвятит Украине, мы с вами обзор посмотрим. Но вчера вышли ток-шоу Республики Беларусь, и я бы хотел вам показать несколько десятисекундных отрывков, на которые я обратил внимание, чтобы вы посмотрели, к чему готовят ватников, зомби, Лукашенко на территории Республики Беларусь. Потому что эти видео, понятно, самые рейтинговые ток-шоу диктатора Лукашенко набирают по 500 просмотров или по 1000 в интернете, из них обязательно будет один или два мой. А те, кто смотрят телевизор, то в прайм-тайм вечером им крутят следующее. Начнем с этого. Ну, давайте с ток-шоу и начнем. Но мы должны объяснить решимость, потому что это самый удобный еще раз вариант, это вот всягивание в войну. Остановимся мы только в Лиссабоне, в Атлантическом океане, и наши гусеницы, наши, повываться будут в Атлантическом океане, если они здесь будут устраивать проблемы. Поэтому заткнуться, еще раз говорю, и уважают нашу страну. Я, конечно, не знаю, что это за сумасшедший, он вот час шел эфира, он глушил всех, там от него вздыхали все, он никому не давал сказать, он кричал, потому что он на своем танке будет в Атлантическом океане мыть гусеницы, он же самый первый боец и патриот. Вот, это они вначале рассказывали, какая плохая Европа, естественно, потом доходят до Украины, и смотрите, что происходит дальше. Кстати, на кого вам этот крикун похож? Это маленький взородыш из Жириновский, или кто это, я не понимаю, ну, до Жириновского ему далеко, дальше я вам покажу сегодня много Жириновского. Ну, вот сейчас во время этих учений к нам начнут призвать российские войска, и очень часто, и очень часто мы слышим в последнее время о том, что... Они тут останутся. Они тут останутся, более того, чуть ли не нападут на Украину, и вот могут ли воспользоваться тем, что сейчас будет такая большая концентрация российских войск у наших рубежей, в том числе и у южных, и устроить какую-то заварушку, Александр Владимирович, как думаете? Друзья, сначала подумал, о, какой интересный вопрос. Каждый день показывают видео, колонны российской техники въезжают на территорию Беларуси, и танки едут, едут, танки, и грады все едут, едут. Смерчи даже показывали, приехали на территорию Республики Беларусь. И, говорит, они останутся? И потом так резко перевели, говорит, ну, вы же понимаете, говорит, Россия окружила Украину со всех сторон. А может, Украина от этого счастья нападет и на Беларусь, где российские войска, и сразу на Россию? Ну, в данном случае концентрация войск всегда является признаком приготовления к каким-либо действиям, либо к обороне, либо к наступлению. Официально везде никто не хочет заявлять, что готов наступать. Видите, как друзья оказываются, просто не хотят говорить, потому что Украина же говорит, мы ни на кого нападать не собираемся, нам бы у себя разобраться, да и оккупанта выбросить. А тут еще эти два диктатора рассказывают, что они ничего не говорят, но это подразумевает. А дальше, в принципе, самый главный итог этой передачи, потому что, когда зашел вопрос, и кто-то говорит, вы понимаете, у нас же нейтральный статус Конституции. Другой говорит, нет, мы прописали в новой Конституции, как будто уже референдум состоялся, что с нашей территории не могут нападать. И самый главный пропагандист что говорит? Друзья, это прописано для пропаганды, все это фикция. Никто не будет соблюдать, потому что мы будем нападать, а нападение это защита. Не нападение с нашей территории, но мы от нейтралитета и от стремления к статусу безъядерной держат. Нет, нет, это не нападение, это написано исключаем агрессию. Агрессия, это незаконное вторжение. Но это не означает, Путин сказал четко, что удар будет нанесен и по командным центрам, где принимается решение. То есть их же главная задача втянуть Украину, чтобы война была безъядерная, там убивали в Украине истерия, они уже мобилизацию начали, призывают резервистов и так далее. И женщин тоже. Да, но удар будет нанесен и под тем центром командным, где эти решения принимают. Теми силами, как... Ладно, друзья, это вы просмотрели краткий обзор студентов еще циркового факультета Института пропаганды Российской Федерации. Они все-таки учатся, тренируются. Понемножку у них получается, они уже яда все больше и больше на всех изливают. Лукашенко всем дарит футболки, на которых нарисована задница собаки с крестиком. Они, смотря на нее, получают какое-то эстетическое, наверное, удовольствие. Но я бы хотел все-таки перейти к самому главному, проректору Института пропаганды, почетного президента Владимира Вольфовича Жириновского. И тут же самое главное, что лучший его, не я представлю, а другой студент этого факультета цирка пропаганды, кстати, золотой медалист, получает медали лично от диктаторов, Григорий Озаренок, он, наверное, когда еще был маленький, и у него всегда все комнаты были обклеены плакатами Жириновского, он на него смотрел и, видать, радовался жизни, постигал, что такое юность, потому что он его обожает, и смотрите, как он его представляет. Нет явных признаков шизофрении. Он, наверное, не ходит под себя. Он, может быть, не бегает голый по улицам, но он вот это сказал. У России должны быть западные границы такие же, какие были у Советского Союза на 1 января 90-го года. Только так. Знаете, друзья, вот первую часть этого видео можно охарактеризовать как прелюдия, разогрев, вот как на любом концерте, когда приходит главная звезда, тут сейчас я вам про ректора начинаю показывать пропаганды, и вот разогрев из молодых студентов прошел, а теперь начинается самое оглорозное оружие. Я вам подготовил 4 кусочка из его вчерашнего выступления. Надеюсь, вы посмеетесь. Кто на него плохо реагирует, берите телефон в сторону, можете разбить. Но он вчера в течение 10 минут рассказывал, как надо увеличить ставки и вообще весь мир завоевать. И у нас единственный шанс стать самой главной страной на Земле, потому что мир больше не выдержит ни двое власти, ни трое власти. Мы должны всех разбомбить и статься одной страной на всей планете. Нам не нужен просто успех. Взятие Измаила, взятие Берлина, вошли в Париж, так сказать. Нам нужно кардинально решить проблему, чтобы среди нескольких сверхдержав осталась одна Россия. На троих мир не потянет. А еще если добавить Европу, НАТО, Евросоюз, это четвертая, так сказать, сверхдержава. Это будет возня, толку не будет. Сейчас мы можем это сделать. Сейчас. Великий шанс. Дальше я хочу вам показать аттракцион, который называется... Вы представляете, нас почему-то не любят, нам на все говорят нет. А в основном американцы. Американцы обнаглели. На каждое наше отвечают нет. Не хотят встречаться, видеться и вообще обсуждать что-либо. Они, видите ли, письма нам сообщат, что на первый вопрос нет, на второй нет, на все нет. Дальше, друзья, вообще космический отрывок. Вы даже себе не представляете. Вот он все рассказывал, как завоюют мир. Самое главное же завоевать Украину. И в России ничего не происходит, потому что, ну, еще не завоевана Украина. Мы собираемся, экономим на жителях, никому ничего не даем, ничего не строим, потому что, ну, мы деньги купим, чтобы на армию завоевать Украину. И он здесь решил снять лавры Андрея Миронова, когда тот играл в 12 стульях Бендера. Помните, там сюжет был про него сяки, мы вам построим все. Посмотрите, как он пытается войти в роль этого фильма, только в реальности, с трибуны Госдумы, жителям Российской Федерации. Смотрите, что он им обещает после большой войны. Это может произойти сейчас, весной, может быть, Великая Весна. Мы все деньги бросим на повышение быстрого, резкого повышения благосостояния наших граждан. Зарплата 50 тысяч, 70, 100, 150, 500. Пенсии тоже там начинать с 50 тысяч. Квартиры быстрее построить. Мы это можем, у нас строительные мощности, можем полстраны быстренько построить. Дороги быстро построить. Быстро ввести бесплатное образование и здравоохранение. И лучшие врачи, новые больницы и вузы. Все можно решать. Но это нужно решить главную проблему. Чтобы мы не были в осажденном лагере. Чтобы не было депрессивного состояния. Не было стресса. Вот завтра начнут. Вот стреляют. Вот диверсанты. Вот и угрожают. То есть на нас клевета и ложь день и ночь. Они. Ну, навешав огромное количество лапши, зрителям Российской Федерации и всем ватникам, он перешел к наезду. Опять же, как это пообещал. Теперь надо поругать, что все проблемы из-за вас. Там же позавчера сильно, или вчера, вернее, рынки Российской Федерации просели. И такого падения давно не было. Там на триллионы долларов. Ой, на миллиарды. Пусть будет на триллионы, так, наверное, будет лучше всем. И он объяснил, что будет с экономикой и что надо делать. Вас не будет, вот как поставить вопрос. Вас не будет. И мы будем в Москве решать. И ваш франк этот, евро рухнет. И доллар. Умные люди сейчас не должны покупать доллары и евро. Рубли покупайте. Потом вам некому принимать от вас евро и доллар. Ибо Америка откажется от доллара, и Евросоюз будет распущен. И НАТО. А некоторые хапают сейчас доллары. Не торопитесь. Рубли покупайте. Ну, вы же, друзья, понимаете, что лучшей антирекламы стабильности экономики просто не существует. Надо срочно покупать доллары и евро в Российской Федерации. Потому что Жередновский, как засланный казачок, как и озаренок, что-то знает. Он предупреждает срочно, друзья, скупайте. Будет с рублем беда. Рубля не будет. Ну, идем дальше. Дальше он объяснил просто, кто будет воевать. Они же все нападают. Он на танках до Лиссабона едут. Но воевать будут другие. Ну, тут он уже сформировал первую дивизию, которая поедет в наступление. Смотрите. А то достукаешься, что первым поедешь в Белорусский вокзал или Киевский. Я вас провожу всех на первые фронты. Так сказать, там вы должны, коммунисты, первыми погибнуть. А мы подождем, пока вы там погибнете в окопах против нацистских боевиков. Поэтому шутить не надо. Сегодня самый исторический момент. Понимаете? Вот так вот, друзья. Старички всех зовут на войну. Сами на войну не хотят. Видите? Они будут с трибуны госдуры, как говорят россияне, громко рассказывать, кому умирать. Ну и завершил он свой спич. Старич вошел в азарт тем, что в очередной раз в открытую просто слил главного преступника на сегодня планеты Земля Владимира Путина. Где объяснил, что никакого референдума не было, никакого волеизъявления не было. Это была военная спецоперация, на которую решился лично Владимир Путин. Он так аккуратненько стрелочки перевел. Нельзя решение принимать вот так, на заседании Госдумы, там где-то в Совете Федерации. Эти решения примет один-два человека. Может быть даже один примет. Как по Крыму, один принял. Остальные колебались, боялись, так сказать. Имея за плечами мощную армию, даже по Крыму боялись совершить эту военную операцию. И вот так вот, друзья, насмотревшись по телевизору Владимира Вольфовича, выходят простые люди на улицы российских городов. С гордым величием, что страна самая великая, живет лучше всех, у всех нищета. Все уже умерли с голода, все умоляют помочь Россию хлебом. Вы вчера помните в видео рассказывали, что Россия, оказывается, обеспечивает украинские садики гречкой и котлетами. Кто не видел, досмотрите до конца, там смешной сюжет, что Владимир Путин кормит в детских садиках украинских детей, а сами россияне не доедают. Ну, здесь примерно такое же получается. А мне кажется, что лучше России нигде не найти. Посмотришь в других странах, что творится. Сколько там нищих, бедных людей. А вы в каких странах побывать успели вообще? Я не успела, я смотрю, наверное, много телевизор. Смотреть много телевизор вредно, что у Путина, что у Лукашенко, институты у них одинаковые, церковые училища одинаковые, пропагандистов. Это опасно для здоровья. И, друзья, следующий ролик я вам хочу поставить праздничный. Всех с праздником, чтобы вы сейчас улыбнулись, посмотрели. С праздником. Нет там нифига. Да там он, на дне. Вот так вот, друзья. Праздник с праздником. Знаете, если вдруг так у вас в жизни случилось, что вы смогли досмотреть этот ролик до конца, то значит, что мы с вами на одной волне. На одной волне это подписывайтесь, хороших людей больше, и нас все больше и больше, скоро уже 100 тысяч будет. У нас только лозунг, для тех, кто смотрел с удивленными глазами и не знает. Слава Украине, живи Беларусь, Алга, Казахстан и мир без диктатуры. Всем хорошего вечера. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok